Привет, друзья! У меня несколько иссякли идей для видео, и поэтому я написала в инстаграме и спросила, какие у вас есть идеи на тему видео, которые я могла бы снять. И первый же комментарий был просто джекпот. Меня просили снять видео про мою первую косметику. И я на самом деле давно хотела вам про нее рассказать, потому что мне кажется, первая косметика это одна из тех вещей, которые навсегда остаются у вас в сердце и в памяти. Это просто что-то такое милое, что всегда будет с вами. Поэтому я подумала, просто идеальная идея. Поэтому еще раз спасибо большое за совет. И вот я снимаю. Кстати, я не знаю, как вам освещение. Сейчас час дня, но на улице так сумрачно, что с одной стороны я очень хотела снять видео, а с другой стороны, если вдруг слишком темно, то я прошу прощения. Я сейчас снова снимаю с естественным освещением, потому что меня запарило искусственное освещение. Я с ним такая какая-то белая, и в общем, оно мне не очень нравится, поэтому я сейчас снимаю напротив окна. Так вот, первая косметика. Самая первая моя косметика. Я помню, я всегда хотела пользоваться косметикой, но моя мама, вы, наверное, не поверите, глядя на меня, моя мама, в принципе, никогда особо не пользуется косметикой. У нее есть в серии один коричневый карандашик для глаз, которым она подводит глаза раз в неделю, и какая-нибудь одна помада, которой она пользуется примерно так же часто. И она всегда была такой, она никогда особо не пользовалась косметикой, у нее всегда лежала какая-то косметика, но она особо не красилась. И я не знаю, что со мной не так, но меня с детства просто влекло к косметике. Я всегда ковырялась в ее косметичке, пробовала ее помадки, пыталась накраситься, естественно. И я всегда хотела пользоваться косметикой, много косметики. Она всегда говорила, тебе рано, тебе рано, ты чего? И вот в восьмом классе, я помню это прекрасно, было дело около Рождества, И она меня повела в ГУМ. В ГУМе тогда открылся какой-то косметический магазин, и там был стенд Cover Girl. Сейчас у нас они не продаются вообще, я не знаю почему. И вот она повела меня туда, и мы подозвали консультанта, и консультант подбирал мне косметику. Я чувствовала себя просто королевой майя, потому что вау. И в общем, они подобрали мне какую-то косметику, и часть из нее у меня до сих пор осталась. Просто я, конечно, не пользуюсь, но храню просто как память. Часть другой косметики у меня тоже здесь есть, и поэтому я сейчас вам ее покажу. Ничем из этого я не пользуюсь, не бойтесь, но я храню это просто как доброе воспоминание. Итак, первое, что они мне подобрали, это палетка теней. Вот она. Она называется Tofis. Она, конечно же, у меня сломалась, потому что их когда-то упала. И смотрите, здесь есть холодный розовый, салатовый, лимонный и фиолетовый. Я обожаю все эти цвета. И вы видите, я всеми ими так от души пользовалась, потому что они были очень-очень классные. Это были стародавние времена. Никто не знал, что нужно наносить какой-то темный цвет в складку между веками, чтобы как-то это все разделять. Поэтому я просто наносила, например, фиолетовый на все подвижные века и розовый под бровь. И, например, зеленый на все подвижные века, а этот желтенький под бровь. И мне казалось, что я просто лесная фея. Я была настолько потрясена ими. И у них на самом деле было классное качество. Мне кажется, до сих пор, ну, они уже, конечно, подсохли, но до сих пор, в принципе, нет, окей. Нет, ну вот розовый, смотрите, до сих пор мерцает и блестит. Я на самом деле ими пользовалась очень-очень долго. То есть потом я уже просто, ладно, окей, это небезопасно. Но в целом, и я никогда не выброшу их просто, потому что это такая память для меня. Они просто... это так мило. Соответственно, мне подобрали помаду блеск. То есть она была в стике, но она давала такое скорее мерцание. Она была фиолетовая, и моя мама сказала, у тебя холодный тон кожи. И я тогда сфоткалась и сказала, нет, 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 он не фиолетовый. Ну, в смысле, он не холодный, нет, что-то. Но на самом деле, да, она была права. И цвет, на самом деле, похож на то, что у меня сейчас на губах, только несколько более лавандовый был. И он, на самом деле, мне очень шел, и он был классный. Он назывался Лавенда... нет, я сейчас не вспомню. Лайлак... нет, вообще не вспомню. Но, в общем, он был классный. Он был по цвету, примерно вот как моя футболка сейчас. В общем, он был шикарный. Потом мне подобрали корректор, тоже Каблгелл. И причем это был не просто, бог знает какой корректор. Он был с какими-то специальными веществами, которые должны были действовать на ваши прыщики и подсушивать их. Я имею в виду, я сейчас такого даже не вижу. Корректор, который подсушивает ваши прыщики. Вау, джекпот. И он закончился довольно быстро, да. Но я его, правда, использовала и под глазами, потому что тогда как бы это не приходит тебе в голову, что корректор, который для прыщиков, не нужно наносить под глаза. Я имею в виду, я была в восьмом классе, что я могла вообще понимать? Я вносила под глаза, кстати, никакой аллергической реакции или еще что-то у меня не было. У меня он не сушил, ничего. Был отлично, и поэтому я замазала им синячки, я замазала им прыщики. У меня не было тональника, потому что, опять же, я тогда была не в курсе, что нужно носить тональный крем. Просто я замазала, что могла, корректором и оставляла как есть. Мне казалось, что этого вполне достаточно. Ну, у меня также не было пудры, потому что мне это тоже не пришло в голову. То есть, вот то, что как бы купила мне тогда моя мама, был мой абсолютный такой потолок. И мне купили тушь тоже Кавагиол, и я не помню даже, как она выглядит. Она, мне кажется, была для объема. Мы долго с консультантом пытались понять, что мне нужно, длина или объем. У меня уже тогда были вот эти мои коротенькие прямые реснички, и она почему-то решила, что объем. Но я тоже помню этот момент, наверняка вы все помните. Мне кажется, каждая девушка должна помнить этот момент, когда в первую жизнь ты наносишь тушь, и тебе кажется, что твои ресницы стали просто громадными, такими длинными, такими подкручными, такими черными, что просто вау, всюду, всюду ресницы, вокруг твоих глаз просто куча, куча ресниц. И для меня это было просто открытие. Я не уверена, что она на самом деле была такого потрясающего качества, но для меня она была просто целым открытием. Хотя, честно говоря, сейчас я ее вспоминаю, мне кажется, что да, она отлично работала. Ну, то есть, мои ресницы были прокрашенными, черными, и она не отпечаталась. Она не отпечаталась. Скавергелл, пожалуйста, вернитесь в Россию, вы нам нужны. В общем, это был первый набор косметики, которую мне тогда купила мамочка, и это до сих пор я храню самые теплые чувства на этот счет. Дальше, а что у меня было еще? Потом она мне купила какой-то корректор Эстеллауда, потом какую-то тушклиник. Но это одни из тех вещей, которые как-то вот закончились, и я даже не помню, как они визуально выглядели. Поэтому ничего вам не могу сказать. Но потом у моей мамы то ли на работе, то ли еще оказалась женщина, которая распространяла Эйвен. Поэтому у нас регулярно были вот эти вот каталоги. И, как вы понимаете, я школьница, у меня нет особых денег. Единственный мой способ получить косметику, это выпросить у мамы что-нибудь заказать в этом каталоге. И первое, что я сделала, это уже был, наверное, класс девятый, потому что я уже была крутой. И мне казалось, что черные тени – это все, что мне нужно. И это было то время, какой-то был год, 2001-й, 2000-й, 2002-й, 2000-й, наверное, что-то такое. В общем, это было давно. И тогда черные тени было найти невозможно. И так как я была альтернативщицей и Готэм, и вот все то, что тогда мне казалось, что как бы это и есть я, все подразумевало черные тени. То есть я смотрела там фотографии девушек с альтернативным макияжем, у них у всех были черные тени. И у нас в магазинах их было абсолютно невозможно найти, при том, что я живу в Москве, и я обходила довольно много косметических магазинов, и я нигде не могла найти черные тени. Я не знаю, если вот вы моя сверстница, возможно, тоже это застали, когда в принципе не было черных теней. И вот, наконец-то, в Эйвен я нашла более-менее близкий оттенок. Он назывался Stargazer. Я до сих пор помню это название, хотя оно и здесь и стерлось. И это такой, скорее, серый цвет. Видите, они до сих пор пигментированы. Да. Это был максимально как бы черный, который я могла найти. Я его носила на всех веках и чувствовала себя просто богом. И они мне также довольно долго прослужили, вы видите, они довольно сильно использованы. Дальше к ним я купила светло-розовую помаду, потому что мне казалось, черные тени и светлая помада, да. Помада была тоже из коллекции Color Trend. Она называлась Ice Champagne. Она была... Нет, Pink Champagne. И она была светло-розовая. И мне тогда казалось, что чем светлее помада, тем лучше. Многое ли изменилось. И мне она нравилась настолько, что она у меня закончилась, и я ее заказала еще раз. Это вот как бы редкая помада, которую я заказала два раза подряд, потому что она мне настолько нравилась. Я ее носила либо само по себе, либо с прозрачным блеском. А блеск у меня был Rimmel Vinyl Lips, или винил, что там такое называлось, этот блеск. Он был прозрачный, я носила его поверх. У меня были блестящие светло-розовые губы, и это было восхитительно. Следующая вещь от Эйвен, которая у меня была, это вот эти румяна. Они называются Pink. И смотрите, какие они огромные. И это при том, что это мои первые румяны, и я ими пользовалась очень долго. Тут осталось, мне кажется, больше половины. То есть из расходов этих, в принципе, невозможно. Смотрите, как их много. Я их также храню просто как память. И на самом деле цвет довольно симпатичный. То есть он такой приятный, розовато-персиковый. Он мне вполне нравился. И мне кажется, что им можно пользоваться до сих пор. Но просто я, честно говоря, боюсь такое носить на свое лицо. Но тем не менее, вот как бы у меня были такие румяна, мои первые румяна. Светло-розовые губы. Вот эти вот серо-черные тени. Потом я смогла найти черные тени. Это был класс уже 11-й. Это были Ardeco, вот эти вот их однушки. Они до сих пор продаются. Вот это были единственные черные тени, которые я нашла. И это был просто праздник для меня. Я их купила, и я была от них в восторге. Они были пигментированные, черные. Я их наносила этим маленьким аппликатором. Потому что, конечно, у меня тогда не было кисточек или еще чего-то. Вот эти маленькие аппликаторы для теней. Вот я ими замазывала себе все подвижное веко. Рисовала себе как бы вот здесь такие вот. Глаза они были у меня. То есть я жидкой подводкой рисовала себе вот здесь продолжение глаз. Стрелки и вот черный. Что так вверх. И даже мои одноклассники стояли. Они такие, Лена, у тебя такие классные тени. Такие, твой классный макияж. И я так, bitch, I know. В общем, да, я была готом. Какая была подводка, я, честно, не помню. Мне кажется, арт-визаж, потому что... Да, мне кажется, арт-визаж. Вот та же, что у меня, кстати, сейчас на глазах. И ей было довольно просто это все подводить и рисовать. Поэтому, да, она мне вполне нравилась. Поэтому, да, я... У меня был такой готичный макияж. И вот эти вот черные тени, опять же, я купила их, наверное, раза три. Раза три я полностью их расходовала и покупала снова. Поэтому вы можете понять, насколько они были мне дороги. То есть сейчас я черными снями в принципе не больше. Я могу там немножко там в уголок глаза чуть-чуть, капельку. Сейчас у меня есть черные тени, но они у меня почти не расходуются. А тогда как бы, да, сверху, снизу больше, больше черноты. Поэтому и когда я была готом, и потом, на первом курсе института, когда я стала пафосной блондинкой, у меня были белые волосы, рыжие от автозагара кожа. Я еще в солярий ходила каждую неделю. У меня был абонемент в солярий. Но мой макияж не изменился. Опять же, черные тени и светло-розовые клубы. Да, тогда Пэрис Хилтон была самой крутой девчонкой на свете. И я хотела выглядеть, как она. У меня были даже штанишки Juicy Couture. Я сейчас у них, я сейчас хожу в них дома, розовые, плюшевые штанишки Juicy Couture. Но это уже совершенно другая тема. Я могу вам рассказать, не знаю, как менялся мой стиль, потому что у меня в прошлом было очень много всего неимоверно смешного. Если вы думаете, что я сейчас выгляжу нелепо и странно одеваюсь, то вам стоило увидеть меня в школе и в институте, потому что тогда это было просто фрик-шоу. Я иногда выкладываю фотографии из серии Throwback Thursday в свой инстаграм. Да, там и макияжи такие эти вот. Брови, брови. Мой первый карандаш для бровей, потому что я быстро поняла, что мне нужен карандаш для бровей. В 11 классе, когда я покрасилась в черный, я поняла, что мне нужен карандаш для бровей. И это был Риммель. Они не изменились, и до сих пор такие же есть. Вот они черные, коричневые, как там для блондинок. Вот он у меня был черный, и я им красила брови. Поэтому очень многие люди долгое время не подкрашивают брови. Это не про меня. Я почти сразу же начала их красить, поэтому, да. И он был очень удобный. Вот я до сих пор пользуюсь карандашом Риммель. Кстати, вот у меня сейчас на бровях как раз карандаши Риммель, конечно, уже другой и другого оттенка. Он коричневый, но тем не менее, он мне тогда настолько понравился, и я до сих пор считаю, что это карандаши абсолютно классного качества. Поэтому, да, карандашик Риммель тоже был одной из моих первых косметических средств. Вот насчет карандашей для глаз, они у меня, безусловно, были, но я не могу вспомнить фирму вообще. К сожалению. Все остальное. Я не помню свой первый тональный крем. Я помню, что как-то раз я заказала тональный крем Эйвен, и он был таким отвратительным, что больше никогда в жизни я не покупала средства для лица от Эйвен, потому что для меня это был хороший урок. Что еще? Это вот в целом все. То есть из первой косметики, которая у меня только-только появилась, вот это оно. Серые тени, потом черные тени, вот эти вот румяна, вот эти тени, тушь Кабу Геол. Дальше какие у меня были туши, я уже не помню. Я помню, у меня было несколько тушей Эйвена, и они все были настолько отвратительные, что я до сих пор смотрю на тушь Эйвен просто. Так что, да, это вся моя первая косметика, которая была. Мне будет очень интересно узнать, какая у вас была первая косметика. Пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. В остальном спасибо большое за просмотр и люблю вас всех. Пока-пока.